друзья всем привет на связи если вы смотрите это видео значит вы так или иначе интересуетесь темой моноколес электротранспорта и все что с ними связано а если это так то рекомендую подписаться хотя бы как минимум чтобы не пропускать следующие ролики если этот видос вам зайдет сегодня поговорим про глобальное поговорим про железную жопу моноколесников странная фраза и наверное ее нужно было на самом деле запекнуть подумающего об этом на досуге если углубиться немного в цифру то железная жопа мотоциклиста означает что этот райдер на мотоциклист байкер должен проехать 1610 километров менее чем за 24 часа цифра на самом деле в принципе небольшая если пересчитать ее на часы суток 24 часа отнимем из этих 24 часов 8 по сути на сон отнимем из этих оставшихся часов еще ну допустим три часика на поезд да то есть часик там на завтрак часть на обед и часик на ужин возьмем что каждый из этих часов байкер заправляет мотоцикл там заходит в туалет там проветривает мозги то есть это вот мы получаем 24 минус 8 и минус 3 мы получаем 13 часов 1610 километров делим на 13 часов езды и получаем скорость 124 км в час в принципе для мотоцикла если этот видеоролик будет смотреть кто-то из мотоциклистов напишите как вы считаете скорость для мотоцикла 24 часа 24 скорость для мотоцикла 124 километров в час это большая или маленькая я думаю что это не большая то есть сотка 150 для мотоцикла это в принципе при нормальной дороге при нормальном асфальте это вообще ничего но одно дело ехать час одно дело ехать 100 километров и скоростью 124 км в час а совсем другое ехать 1600 километров со скоростью 124 км в час понятно что это не будет константа будет 150 для мотоцикла это будет 8 обучиться где-то притормозил где-то мигнал но в целом для байкера фраза железная жопа оправдывается вот таким вот километражом пройденным менее чем за сутки то есть если раньше предел мечтаний райдера моноколесника было колесо которое могло в принципе проехать ну хотя бы 50 километров когда я покупал свое первое колесо в 8 для учебы на котором я проездил наверное чуть меньше месяца мне его не помню 25 километров кажется запас хода у него был или 30 мне его 25 километров казался просто верх мечтаний по сути я думал что сделать круг да там вокруг киева это вполне можно легко и просто это уже потом я начал понимать что встречный ветер скорость неровности дороги в спуске подъемы вес райдера это все напрямую зависит на запас хода соответственно мне этих 25 километров сами понимаете насколько хватало на одной из прошлых покатушек по паркам киева где было довольно таки внушительное количество райдеров кстати кто еще не смотрел посмотрите этот видео она уже есть на канале или вот тут вот или вот тут она ссылочкой будет или ссылка под видеороликом закрепленной там было колесо в 13 motion и вы знаете я как-то глядя на габариты глядя на характеристики ну понимая характеристики этого колеса я почему-то думал что оно должно проезжать там 300 километров то есть съемкостью аккумулятора 3000 ватт-часов это колесо конечно ну должно вести райдера просто в закат но вес 50 кг скорость до 90 километров в час мощность двигателя приводит к тому что расчетная дальность хода в 13 по бумажке 200 километров но мы-то с вами понимаем что если ехать ну хотя бы в пол силы имеется ввиду да там 50 60 километров в час а то и больше если ехать наваливая если ехать там куда-то в горочку ну дай бог чтобы вы проехали сотню дай бог чтобы проехали половину а что такое 100 километров для запас хода для моноколеса это не о чем и вот тут вот я задумался а сколько для райдера для моноколесника реально расстояние которое бы говорила что у него железная жопа ну понятно что мы не сидим но по факту вот это вот фраза если мы посмотрим на карту вот я даже просто при прикинул вот эти 1610 километров если мы посмотрим на карту это расстояние от киева через пол украины на сторону ужгородов через мукачево то будапешта венгрия и до австрии через вену в зальцбург то есть это 1650 километров вот я прикинул насколько реально это расстояние 1600 километров проехать за один день но это 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 нонсенс на максимум если не спать не есть не ходить в туалет даже не стоять на границе но наверное я бы наверное дотянул но максимум до будапешта и это в машине в возможно даже не с одним водителем до меняться но все равно у тебя задница так и течет что что ты выйдя из машины потом будешь просто тебя будет ломать наверное на протяжении час давайте прикинем и подумаем а сколько для моноколесника какой километраж означал бы что у него железная задница 124 километра в час для мотоциклиста это примерно средняя скорость да ну может быть чуть больше средней то давайте возьмем среднюю скорость моноколеса ну пусть допустим 40 50 километров в час для берем 50 километров в час скорость дальше высчитываем сколько мы на моноколесе можем по времени ехать в сутки то есть 24 часа у нас сутки отнимаем к примеру 8 часов на сон покей из этих оставшихся часов мы отнимаем к примеру три часа на там утром поесть в обед передохнуть туалет и все снова три часа как у мотоциклиста далее мы отнимаем еще но наверное по полтора часа на зарядку да то есть каждые пусть к примеру 4 часа нам нужно заряжаться считаем 24 минус 8 минус 3 и минус 4 с половиной у нас остается всего лишь восемь с половиной часов бесконечной нон-стоп езды давайте округлим 9 часов 9 часов езды 9 часов это вот вы встали в 9 на колесо и едете не останавливаясь до 6 часов вечера вот примерно так 9 часов езды на скорости 50 километров в расстояния 8 часов умножить на 50 километров в час это будет 400 километров даже 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 если взять не 50 километров в час а 40 то 8 умножить на 40 километров в час это 320 километров и теперь вывод железная жопа для моноколесника от 320 километров до 450 средняя арифметическая у нас 385 километров конечно же проехать стоя на моноколесе 300 километров я очень сомневаюсь как вы считаете реально ли для моноколесника осилить такую цифру мне почему-то кажется что нет хотя мне и для мотоциклиста очень слабо верится ну как того ли в голове не укладывается цифра 1610 километров мне тоже ну как вы знаете очень слабо верится но факт остается фактом такой термин в природе существует все райдеры разные подготовка физического всех разное состояние организма всех разное колеса у всех разные но все равно интересно услышать ваше мнение вашу цифру в комменты ту которую вы бы посчитали для достижения звания железная задница хотите поддержать канал обязательно поставьте палец вверх обязательно напишите коммент не знаете ли у какой комик написать напишите любую цифру или напишите слово андатора и подписка если вам интересно все что тут происходит до новых встреч новых видосов всем пока